Друзья, привет всем! С вами снова Боровой Легбез и я Антон Епихин. И мы приступаем к огромнейшему пласту, который именуется буровое оборудование. Будет множество лекций, посвященных классификациям, назначениям, конструкциям бурового оборудования и тому, как правильно их подбирать для строительства скважин. Итак, друзья, давайте разберемся, что такое породоразрушающий инструмент. Это первое, о чем мы будем сегодня говорить. Почему первое? Ну, потому что, наверное, бурение это процесс разрушения горной породы с целью строительства скважин. Ну, а породоразрушающий инструмент уже по логике названия, да, породоразрушающий инструмент. Это то, что позволяет разрушать горную породу. Но тут следует оговориться, что под породоразрушающим инструментом мы еще подразумеваем тот инструмент, который будет участвовать не только в разрушении горной породы, тот инструмент, который будет помогать нам разрушать цемент, цементные стаканы, где-то остатки цементного камня и так далее в скважине. Тот инструмент, который будет позволять разрушать нам металл и сплавы, то есть сюда относится инструмент, связанный с фрезерованием, чего-то там на заборе и с разбуриванием оснастки, технологической оснастки, которая зачастую себя, включая там алюминиевые элементы какие-то. И, конечно же, тот инструмент, который будет разрушать резиновый пластик, потому что в некоторых случаях у нас используются в технологической оснастке резиновые элементы, используются продавочные пробки, сделанные из резины, сбрасываются в скважину шарики пластиковые и так далее. То есть это все в некоторых случаях разбуривается. И, естественно, нет, допустим, какого-то инструмента, цемента разрушающего, либо там сплава разрушающего специально, или пластика разрушающего. Все это выполняет, именно все эти функции по разрушению выполняет породоразрушающий инструмент. И первой лекцией, которая будет касаться этого оборудования, будет именно посвященная классификации, то есть в целом, чтобы у вас возникло представление, а что в этой категории можно выделить. Итак, начнем. Классификация породоразрушающего инструмента. Это долота, бурильные головки и специальный инструмент. Попытаемся разобраться, чем они принципиально различаются, и потом уже будем простраивать схему. Долота. Долота используется для сплошного разрушения горной породы. То есть у нас формируется своего рода цилиндрическая горная выработка. То есть мы с помощью долота осуществляем непосредственно бурение сплошных. Далее. Бурильные головки. Бурильные головки формируют кольцевой забой. То есть они оставляют в центре забоя у нас столбик горной породы, который мы затем отрываем и извлекаем на поверхность. Этот столбик горной породы называется керн. То есть бурильные головки используются для отбора керна. Ну вот в частности у нас в качестве раздаточного материала демонстрационного здесь представлены буровое долото типа PDC. Мы о ней будем говорить. Бурильная головка с отверстием в центре для отбора керна. Ну это бурильная головка алмазного типа. И конечно же нужно упомянуть специальный породоразрушающий инструмент. Специальный породоразрушающий инструмент используется для следующих целей. Расширение ствола скважины. Может быть как для локального, так и для полного расширения ствола скважины. Но в данном случае для понимания я показал именно локальное. То есть что какой-то интервал мы решили расширить. Для калибровки стенок скважины. Что такое калибровка стенок скважины? Для этих целей используются подобные инструменты, устанавливаемые над долотом. И основная задача это выравнивание стенок скважины. Ну я попытался именно показать, она наиболее доступна в качестве иллюстрации. То есть грубо говоря у нас по каким-то причинам после того как мы пробурили долотом ствол скважины. У нас начинают выпучиваться стенки. Где-то остались какие-то уступы, где-то горная порода набухает и давливается и так далее. И для всех этих целей используется калибратор, который условно, условно приводит ствол скважины к номинальному диаметру. Такому, которому нам нужно. И еще один вариант это фрезеровальный инструмент. Фрезеровочный, по-разному его называют. То есть тот инструмент, который предназначен для разрушения металлов скважины. Ну здесь опять же я одну из областей применения показал. В рамках классификации мы более углубимся в этом. То есть это разрушение каких-то металлических элементов, оставшихся на забой в процессе бурения. То есть для этого используются фрезеры. То есть чем они отличаются от долот? Они отличаются агрессивностью структуры. То есть они более простые в конструкции и более агрессивные. То есть они вооружены твердосплавными рисцами, либо твердосплавной наплавкой, которая именно настроена на то, чтобы разрушать металл скважины. Безусловно, они могут разрушать и горную породу, но они не предназначены с точки зрения динамики и кинематики для этого. То есть если они будут бурить, то они будут бурить только очень твердые горные породы за счет своей зачастую истирающей структуры. А во-вторых, эффективность разрушения от них будет крайне мала по сравнению с долотом. Потому что у долот как раз-таки затачивается дизайн под особенностью разрушения горной породы. Ну вот, мы вроде бы рассмотрели первый пласт классификации, то есть долоты, гурильные головки, специальный породоразрушающий инструмент. Сейчас мы будем последовательно разбирать каждую из этих категорий, то есть как она будет ветвиться. А уже в следующей лекции мы будем разбирать каждую категорию долот относительно их конструкции и так далее. Поехали! Итак, друзья, приступим к разбору классификации буровых долот. Среди буровых долот можно выделить пять категорий. Я о каждой из них расскажу. А в процессе моего рассказа будут появляться изображения этих видов долот. Мы еще будем отдельно рассматривать конструкцию каждого особенности и так далее. Сейчас наша задача в общем виде представить классификацию. То есть чтобы у вас происходило при формулировке термина долото, буровое, целая вот эта, скажем, ветка, чтобы вы понимали, что к какой категории относятся. Ну и так, начнем. Шарошечные долоты. То есть это долоты, единственные долоты, у которых по факту имеет место быть вращающийся элемент. То есть есть корпус долота, на котором закреплены вращающиеся элементы, шарошки. А уже на шарошках расположено вооружение долота. В основном в виде выделяют одношарошечные и многошарошечные долоты. Много это значит два, три и более. То есть до там 8-12 шарошек иногда достигало, но в основном в отрасли нашли отклик именно трех шарошечных долот. Касаемо одношарошечных долот, не все так просто. Они будут иметь связь со специальным инструментом, потому что используются для локального расширения ствола скважины. И об этом мы тоже будем сегодня говорить. Следующая категория это лопастные породоразрушающие инструменты. Они делятся на обычного типа, то есть когда у нас имеет место быть корпус, и на нем расположены лопасти, которые разрушают горную породу. Лопастные инструменты с наплавкой в виде релита, то есть в виде твердого сплава. То есть те же самые лопасти, но они покрыты как бы глазурью, наплавкой для того, чтобы повысить износостойкость долота. Собственно это отдельная категория. И третья категория импрегнированные лопастные долота. То есть это когда у нас на лопастях расположено внедренное в тело лопасти вооружение, то есть которое непосредственно разрушает горную породу. И если мы берем импрегнированные долоты, то их можно выделить типа PDC, то есть где используются пластины из печеных алмазов, и, так скажем, резцы из твердого сплава. Твердый сплав зачастую используется карбид вольфрама, но, как бывает частный случай, долота института сверхтвердых материалов, там может использоваться в качестве резцов с лавутич. И непосредственно эти долоты еще можно дальше классифицировать, собственно, по их конструкции, по внешнему виду. Бывают пикообразные, заостренные, и многолопастные долоты, то есть двух, трех и более лопастные. Ну то есть сейчас все свои практики я встречал по шифрам восьми, десяти лопастные долоты. Но это уже зависит от конструктивных особенностей этих долот, их назначения. То есть мы об этом будем тоже более подробно с вами говорить. Если углубляться дальше, то алмазные долоты. Алмазные долоты не так широко применяются в отрасли, если говорить в рамках России, как шаростренные лопастные долоты. Потому что по факту они своим ареалом захватывают основные горные породы, с которыми мы работаем при сооружении скважин. Алмазные долоты в основном используются для разрушения прочных и крепких горных пород с высокой абразивностью. Потому что вот у них как раз и используется этот эффект истирания, то есть эффект наждака. Если их классифицировать, они выделяются матричные, то есть идея в том, что берется корпус долота, и он покрывается условно как глазурью матрицей. Матрица представляет собой смесь алмазов и металлического порошка вместе со смолой, спеченная. То есть идея в том, что в процессе работы долота одни слои алмазов изнашиваются, на поверхности появляются новые, новые, новые. То есть до момента, пока мы не дойдем до корпуса долота. Другими словами, матричные долоты, это как самозатачивающиеся долоты. Знаете, есть понятие самозатачивающихся резцов и так далее. И импрегнированные долоты. То есть импрегнированные долоты. Это как раз те, у которых в корпус отдельно внедрены либо алмазы, либо алмазные резцы. И вот тут я обращу ваше внимание. Видите, есть взаимосвязь с долотами PDC. Тут надо прояснить. Многие люди называют долоты PDC алмазными. Но это, на мой взгляд, не совсем верно. Поясню почему. Логика такова. Пластина PDC сделана из алмазного сырья, значит долоту алмазная. Но, давайте задумаемся. У шарошечного долота на шарошках расположены либо зубки, либо зубцы. Мы же не называем долоту зубковым, либо зубцовым. Точно так же и здесь. Основная область, где расположено вооружение, это лопасть, это шарошка. Потому что так принято. У алмазных долот, у них просто корпус долота. И если уж делить, то там идет матрица. Вот, это основной несущий элемент. А, так скажем, на основной несущий элемент располагается вооружение. Но, в общем виде, алмазные долота, их можно соединить с PDC долотами, условно считая, то что это алмазная импрегнированная долота. Условно то, что в корпус долота мы внедрили алмазные листы. То есть, ну, такие макроскопические алмазы. Можно так считать? Ну, условно можно. Поэтому здесь и есть вот эта взаимосвязь. Если еще оценивать с другой стороны, то алмазные долоты бывают либо натуральные, либо TSP. Что это такое? Натуральные – это те, которые используют в качестве алмазного сырья натуральные алмазы, технические, добытые из недр земли. TSP – это те долота, которые используют синтетические алмазные листы, то есть, выполненные из синтетических, искусственно произведенных алмазов. Они славятся своей температурной стойкостью. То есть, это более термостойкие долоты, их применяют в определенных условиях. Закончили здесь. И осталось две категории. Долота ESM. То есть, долота ESM, сами по себе, я о них чуть-чуть затронул, говорил, они применяются, пришли к нам с Украины. То есть, в Институте сверхтвердых материалов Украины был изобретен такой материал сверхтвердый Славучич, и его стали применять в качестве, так скажем, материала для создания долот. То есть, для вооружения долот, правильно сказать. И эти долота, мы рассмотрим, какие их конструктивные особенности, но по факту они соотносятся с уже обозначенной классификацией. Они бывают лопастного типа, но со вставками в виде Славучича, поэтому здесь есть вот эта взаимосвязь. Бывают корпусного типа, то есть, чем-то похожее по конструкции на алмазные, но просто этот корпус усеян резцами из Славучича. И бывают так называемые фрезерные. То есть, фрезерные, которые используются исключительно для разрушения металла на заборе. То есть, тоже будет взаимосвязь со специальным породоразрушающим инструментом. Если же говорить о последней категории, о гибридных долотах, то гибридные, это уже по логике понятно, гибрид скрещивания. Это те, которые совмещают между собой, например, шарошечные и лопастные. Чаще всего стараются именно объединить два типа этих долот. Шарошки и лопасти. Для того, чтобы эта долота одинаково хорошо работала во всех горных породах. Ну, условно, более прочные породы дробятся шарошками, более мягкие срезаются лопастями. Такими исследованиями занимались Беккер-Хьюз, то есть, известная долота Кемера, а также в России ряд вузов. То есть, это Губкинский университет, Кемеровский технический университет, Иркутский технический университет. То есть, в принципе, может и в других, так скажем, научных организациях занимались разработкой таких долот. Но, если говорить об опыте Беккер-Хьюз, то они стараются внедрить это долоту, но опыт плюс-минус может быть более или менее успешный. Об этом мы поговорим. Но, надо отдать должное, что то, что разрабатывается в России, то есть, разработки РГУ и Иркутского университета Кемеровского, они в основном применяются в горной промышленности. То есть, они разрабатывали их для горной промышленности и нам, так скажем, пытались внедрить. Вопрос, так скажем, эффективности внедрения мне на данный момент неизвестен, поэтому я вас обманывать не буду. Итак, друзья, мы с вами разобрали первую классификационную категорию, это долоты. Какие они бывают? Еще раз объясню. Мы каждый из этих долот, каждую конструкцию будем детально обсуждать, детально обговаривать, и по каждой категории будет своя небольшая, но лекция. Поэтому, сейчас мы перейдем к следующей категории, это бурильные головки. Поехали! Итак, продолжаем нашу лекцию с позиции бурильных головок. Бурильные головки выделяют 4 категории, в отличие от 5 категорий буровых долот, потому что, вот, так называемых гибридных бурильных головок, ну, по крайней мере, я никогда не встречал и не слышал. Давайте коснемся вот этой части классификации. Напомню, бурильные головки нам нужны для того, чтобы отбирать керп. То есть, по факту, это те же самые буровые долота, в центре которых есть отверстие, в рамках которого не разрушается горная порода, куда заходит образец горной породы, который постфактум мы отрываем, достаем на поверхности уже именно керпом. Собственно, какие бывают категории? Шарошечные. То есть, шарошечные бурильные головки в свое время были очень распространены, и их основная, так скажем, категория, по которой они классифицируются, это форма шарошек. То есть, обычные шарошки на долотах, они конусообразные. Если мы говорим про бурильные головки, они бывают цилиндрические, конусообразные и чечевицеобразные. То есть, все их вы можете сейчас в рамках нашего видео наблюдать. Также они могут классифицироваться по количеству шарошек. То есть, количество шарошек может быть от трех и более, то есть, от трех до двенадцати, но это уже зависит от конструкции конкретного долота. То есть, тоже какие-то примеры, фотографии у вас будут сейчас видны на экране. Следующая категория, это лопастные бурильные головки. Основную часть лопастных бурильных головок все-таки занимает именно импрегнированного типа. То есть, те, которые имеют на лопастях какое-то усиливающее вооружение. То есть, если мы говорим про те, которые усилены релитом, либо просто бурильные головки с остальными лопастями, такие, если применялись, то очень давно. Сейчас вы их практически не встретите, потому что они зачастую не выдерживают тех условий бурения, на которых нам приходится отбирать керм. То есть, мы отбираем керм, ну, традиционно, в каких-то интересующих нас интервалах, а это обычные интервалы продуктивных, горизонтов и так далее. И это уже достаточно высокая глубина. Сталь там просто очень быстро выйдет из строя, релит тоже сточится, износится достаточно быстро. И нам просто, ну, тот эффект, который мы бы хотели получить от бурильной головки, не получится достигнут. Если же мы говорим про импрегнированные головки, бурильные, то они достаточно широко применяются. И, в частности, они делятся, как мы уже ранее говорили, на категорию PDC, где в качестве импрегнированного вооружения используются полостинки из алмазного сырья, либо просто твердосплавные, в качестве твердого сплава может быть как карбид вольфрама, так и, допустим, то же самое с лавучечкой, у бурильных головок и эсэм. Ну и, как общая, опять же, классификационная, они могут делиться по количеству рабочих лопастей. То есть, ну, логика, что расположение, количество шарошек, что количество лопастей, это всё идёт в отношении того, какую нагрузку будет лото испытывать. То есть, чем больше, ну и какую стабильность мы хотим наблюдать от лото. То есть, чем больше стабильность, то есть, меньше, так скажем, искривление в стороны, чем большую нагрузку мы хотим создавать на лото, тем, собственно, больше мы будем проектировать шарошек, либо лопастей. Ну, то есть, грубо говоря, увеличивая площадь опоры нашего лото. Далее. Следующая категория, это алмазные бурильные головки. То есть, они точно так же могут быть разделены на матричные и на импрегнированные. Ну, собственно, о чём мы говорили в отношении буровых головок, то есть, здесь именно классификационные признаки аналогичны. То есть, здесь важно отметить, что вы можете как встретить, как алмазные, так и импрегнированные бурильные головки. И, в частности, то есть, алмазные и матричные, и алмазные импрегнированные бурильные головки. И, в частности, они могут быть поделены в зависимости от того, какой они материал алмазного сырья используют, натуральный, либо синтетический. То есть, об этом мы уже чуть ранее говорили. Ну, и, безусловно, уделим небольшую долю нашего внимания бурильным головкам типа ИСМ, то есть, института сверхтвёрдых материалов. Ну, они по конструкции могут быть лопастными, либо корпусными. То есть, в чём-то схожими с алмазными. То есть, здесь мы подразумеваем не принцип именно, так скажем, не то сырьё, которое используется для разрушения, а именно, скорее, принцип конструкции. То есть, грубо говоря, единокорпусное долото, которое покрыто импрегнированными ставками. Ну, в данном случае, там, Славутич. Либо они могут быть, на корпусе могут быть установлены лопасти. И на этих лопастях могут быть точно так же ставки из Славутича. То есть, поэтому мы и делим бурильные головки ИСМ на те, которые корпусные и лопастные. Ну, взаимосвязи здесь непосредственно показаны. Точно так же, как и я продублировал взаимосвязь между ПДС долотами и алмазными. То есть, мы официально считаем, что ПДС долоты, ПДС бурильные головки, они относятся к лопастным. Но, не забываем то, что всё-таки, как сырьё, можно подразумевать то, что это установленные импрегнированные резцы в тело долота. Ну, то есть, другими словами, можно, так скажем, вот эту взаимосвязь прочертить. Итак, друзья, мы с вами разобрали долоты и бурильные головки. У нас остался специальный породоразрушающий инструмент. И мы его сейчас рассмотрим. Друзья, а теперь мы с вами рассмотрим заключительную, третью категорию классификации породоразрушающих инструментов. Это специальные породоразрушающие инструменты. Они нужны, как мы с вами говорили чуть ранее, для калибровки, то есть выравнивания стенок скважины, для расширения ствола скважины, локального либо полного, и также для разрушения каких-либо элементов скважины. Ну, в частности, здесь мы будем говорить про металл и те элементы, с которыми не всегда буровые долоты справятся. Итак, коллеги, начнем с калибраторов. То есть, как мы с вами говорили, калибраторы нужны для того, чтобы выравнивать стенки скважины. И калибраторы сами по себе делятся на категории шарошечных и лопастных. То есть, если их сравнивать между собой, то наиболее часто используемыми на данный момент являются именно лопастные калибраторы. Почему? Потому что от шарошечных долот стараются отказываться. Если была бы возможность, в принципе, от них отказаться и от любого инструмента, имеющего шарошки, то, наверное, буровики бы это сделали. Чем это обосновано? Именно как раз-таки наличием шарошек. То есть, шарошка, как вращающийся элемент, она является слабым звеном любого инструмента. Потому что она расположена на подшипниках, которые в экстремальных условиях разрушения горной породы ведут себя вполне неадекватно и могут очень быстро выходить из строя. То есть, нередко бывает так, что мы смотрим аварийное долоток, вооружение целое, то есть, долоток хорош в визуальном виде, но при этом подшипники полностью разрушены. И значит, оно уже не работает. Поэтому от шарошек инструмента стараются отказываться, но это не повод не упоминать его в нашей лекции. Если говорить о лопастных калибраторах, то они делятся на две категории. Со спиральными лопастями и с прямыми. Это как раз-таки завязано на их очистке. То есть, для, скажем, спиральных лопастей мы подразумеваем, что идет турболизация восходящего потока раствора и якобы лучшая очистка, так скажем, кольцового пространства от выбранной горной породы. То есть, лучший подъем ее на поверхность. Но об этом мы поговорим именно в той лекции, которая будет касаться калибраторов. Если мы будем с вами говорить о расширителе, то есть, именно как инструменте, который позволяет расширять ствол скважины, то их можно выделить. Расширители постоянного диаметра, то есть, идея в том, что вы ставите долото, над ним размещаете расширитель. И сначала долото чуть меньшего диаметра разбуривает скважину, то есть, первоначальным диаметром, а расширители уже формируют окончательный типоразмер скважины. То есть, это, знаете, аналогия именно с тем, как, допустим, бурится, то есть, не бурится, сверлится отверстие в металле. То есть, толстый металл вам нужно, когда просверлить, вы сначала пробуриваете, просверливаете его малым, долотом, не знаю, сверлом малого диаметра, и после этого уже развальцовываете, разрабатываете отверстие до нужного типоразмера. Точно так же и здесь. То есть, когда мы говорим о расширителях постоянного диаметра, долотой играет роль вот этого как раз-таки первичного инструмента, то есть, который формирует направляющую выработку, и по ней уже затем проходит расширитель, доводя ее до нужного типоразмера. Что касается раздвижных расширителей, это как раз-таки те расширители, которые работают в локальных участках, то есть, для локального расширения. То есть, допустим, вам необходимо какой-то интервал на глубине расширить под установку профильного перекрывателя. И в этом случае мы их используем. Они точно так же по классификации бывают лопастные и шарошечные. Ну, шарошечные мы в данном случае отмекаем. Но если мы говорим про лопастные, то идея в том, что под действием зачастую гидравлической энергии мы инициируем выдвижение лопастей из корпуса расширителя и осуществляем разбуривание интервала, то есть, расширение интервала локально. После того, как мы отработали этот интервал, мы снижаем гидравлическую энергию, то есть, выключаем фактически насосы, лопасти уходят обратно в тело расширителя, и мы можем продолжать вырение либо на меньшем расходе насоса, то есть, чтобы лопасти не выдвигались, либо просто излечь и скважинный инструмент. И третий вид, третья категория, это эксцентричные расширители. Вот как раз-таки они, заметьте, связаны с лопастными и шарошечными налотами. Эксцентричные расширители представляют собой сами сами долота. То есть, одношарошечные налоты и лопастные эксцентричные долоты. То есть, одни лопасти на долоте больше, чем другие. Идея в том, что при спуске скважины, что одношарошечного долота, что биццентричного, либо эксцентричного долота лопастного типа, у вас спокойно долото проходит скважина. Но как только вы придаете ему вращение, за счет смещения оси вращения, у нас происходит разработка ствола скважины. Хотя буровики не очень-то жалуют эти, так скажем, типы породоразрушающих инструментов. То есть, они говорят, что лучше использовать для локального расширения именно раздвижные расширители, чем уповать на то, что хорошо себя поведет либо одношарошечная долота, либо биццентричная лопастная долота. И заключительная категория специального инструмента – это фрезеры. То есть, это то оборудование, которое нам позволяет разрушать металл либо какие-то твердые элементы, оставшиеся на заборе скважины. Обычно это происходит при каких-то аварийных работах либо при капитальном ремонте скважины. Сами по себе фрезеры, они выполняются в виде, очень похожий на породоразрушающий инструмент, но у них более простая конструкция и само вооружение выполнено в виде твердого сплава. Либо наплавка, либо резцы. Это уже зависит от типа и конструкции конкретного фрезера. То есть, часто в формате вот этого, в виде этого твердого сплава используется карбид вольфрам. Но, напомню, чуть-чуть ранее в лекции мы об этом говорили, что долоты ИСМ имеют тоже фрезерные типы и могут считаться фрезерами. То есть, здесь у них есть взаимосвязь между долотами и фрезерами. Если мы будем говорить о типах фрезеров, то здесь следует отметить, что есть торцевые, то есть, это вы видите сейчас на экране, те, которые полностью работают по всему периметру забоя. Кольцевые, то есть, те, которые способны разрушать какие-то массивные элементы на забои скважины для их извлечения и так далее. То есть, они разрушают факт. Похоже, они очень на бурильные головки, то есть, в центре имеют отверстие, а по периметру вооружение. То есть, именно для выработки, так скажем, кольцевого пространства используются такие фрезеры. Пилотные. То есть, пилотные, это которые имеют направляющую часть и рабочую, например, торцевую. То есть, основная задача пилотного в том, что вот эта направляющая часть попадает, например, в оборванную трубу, и вы дальше уже торцевой выравниваете поверхность обрыва трубы. То есть, ну, вот здесь, собственно, так, как и показано на слайде, он выглядит. Далее, конусные. Конусные фрезеры обычно используются в тех случаях, когда у вас произошла какая-то авария, связанная со смятием обсадных труб. То есть, когда вам нужно, условно, смятую трубу как-то расширить, довести ее до круглого сечения, для того, чтобы потом уже каким-то захватным инструментом попытаться извлечь на поверхность. Комбинированные. Ну, к комбинированным фрезерам относятся как раз-таки различные сочетания, например, кольцевого с торцевым, магнитного с фрезерным. То есть, магнита плюс фрезер. То есть, когда мы пытаемся что-то расфрезеровать, извлекаем на поверхность, на магните стружку, чтобы она не оставалась на заборе и так далее. То есть, это комбинированные фрезеры, они совмещают в себе несколько каких-то функций. И фрезеры-райберы. То есть, этот инструмент, показанный точно так же сейчас на видео, он нужен для того, чтобы вырезать в обсадной колонне окна. То есть, мы райберы используем для того, чтобы выфрезеровывать часть обсадной колонны при проведении, например, такой операции, как зарезка боковых стволов. Ну, либо еще для каких-то вспомогательных операций. То есть, райберы в нашем случае используются в основном для того, чтобы осуществлять работы по взаимодействию именно с обсадной колонной. Для каких-то именно работ по ее фрезерованию. Итак, друзья, мы с вами разобрали всю классификацию. Она представлена перед вами. Я хочу обратить ваше внимание на следующий аспект. Это классификация, которая разрабатывалась мной. То есть, на основании тех знаний, которые у меня есть. Она не является догмой. Она не говорит, что кто-то прав, а кто-то не прав. Это всего лишь мое видение. Вы же можете согласиться, может быть и нет. Но основная задача любой классификации облегчить запоминание и понимание какого-то пласта информации. Я думаю, что если изучить детально эту схему и, так скажем, посмотреть лекции по конструкции того или иного породоразрушающего инструмента, вы с легкостью сможете эту информацию запомнить и уместить в себя в голове. Но еще раз повторюсь, что классификации могут быть совершенно разные. Я не претендую на право диктовать всем, что моя классификация самая верная и самая достойная. Поэтому просвещайтесь, изучайте. И следующие лекции у нас пойдут именно об изучении конкретных породоразрушающих инструментов. И первые на очереди у нас будут именно шарошечные породоразрушающие инструменты. Долота, бурильные головки, расширители, калибраторы. С вами был Антон Эпихин. Долота, бурильные головки, расширители, калибраторы. Продолжение следует... Продолжение следует...